Сколько людей впали в танаттуа, в чрезмерность, в вычурность вопросов религии, говоря простыми словами, перегибают палку, исповедуя религию, занимаются чрезмерностью и вычурностью, излишеством, по причине чего? Опять же у них шубхат. Сколько людей, наверное, и вы встречались, часами берут тахарат перед намазом, мокрый, камис весь мокрый, весь там мокрый и так далее, выходит из тахарата, с него капает, нет, надо еще раз взять, опять возвращается и берет, то же самое с намазом и так далее, и так далее. В чем причина этого? Шубхаты, сомнения, наущения. Поэтому все грехи источником их две вещи, шубхаты и шабхаты. Как от этого избавиться? Как не впасть не в эту крайность, в крайность следования страстям и прихотям, и как уйти из крайности следования шубхатам, сомнениям, каким-то наущениям, неправильным толкованием и тогда интерпретациям религии, только лишь посредством знания. Тот, кто знает правильное толкование аятов, допустим, если оставим на примере джихада, про джихад, он никогда не будет делать то, что делают они. Тот, кто знает достоверность хадисов, умеет отличить достоверность от недостоверных, никогда не будет следовать за недостоверными хадисами, в которых, возможно, содержится побуждение к чему-то нехорошему, к чему-то плохому и дурному. Так ведь? Только посредством знаний. Точно так же, зная Всевышнего Аллаха, обретая страх перед Ним, человек сможет удержать себя от страстей и прихоти, только лишь узнавая Всевышнего Аллаха. Поэтому наши салифы говорили, Как будет сторониться и может защитить себя тот, кто не знает, от чего защищаться, кто не знает, от чего сторониться, от чего бояться. Тот, кто больше знает Аллаха, подчеркиваю слово «знание», тот больше будет бояться Аллаха. А кто будет больше бояться Аллаха, будет к поклонению Ему больше стремиться от ослушания Его дальше отдаляться. Вот видите, мы сказали, любые грехи – следствие сомнений и страстей. Как от первого, так и от второго человек избавляется только посредством знания. Знание спасает человека от следования прихотям и страстям. Знание учит человека правильно повелевать одобряемое и запрещать порицаемое. Знание учит человека, как правильно воплотить в жизнь то, для чего он был создан, это поклонение своему Господу Табараку Аваталю. А все это, и это знание является причиной приближения ко Всевышнему Аллаху Суфанаху Атали и повышения степеней, как мы уже сказали.